Продолжение следует... 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 Как видите, по всей Германии, следные — это тематика исследования, кружочки, да? Еще одно особенное сравнение в Германии заключается в том, что мы видим исследования не по всем исследованиям, а только по шести тематикам, о которых я вам расскажу. Немножко по цифрам на нашей структуре. Нас почти 38 тысяч человек. Если вы посмотрите, то почти 40% — это учебы, 40% — это административные, инженерные персонала, подготовка профессиональных рабочих. Так как мы производим еще и инфраструктуру нашу, мы ее разрабатываем, мы ее используем, вводим в эксплуатацию и эксплуатацию. И это, конечно же, люди, которые будут поддерживать на должном уровне эксплуатацию, спортивных платных сил образования, если говорить на русском языке. И приедете студенты. Все ставки, как уже сказала Анна, у нас тоже все требуется на всех открытых источниках. Ставки и приедете все абсолютно открыты. То, что у вас есть финансирование, то это 4,5 миллиарда. Из них 70% — это государственное финансирование. Из них, как называется, инфраструкциональное финансирование. Из 90% — это влияние бюджета. Из 10% — это бюджет земли, на которой находится научная организация. 26% — это претифинансирование. Это и деньги, естественно, из горизонта, европейские деньги. Это и деньги герландского научно-исследовательского центра, а это и деньги экономики. И 5% называемого особо герлансирования, которое государство дает на то, что мы, допустим, вводили из эксплуатации атомные реакторы, которые показали, что германия ушла из атомной программы. Лучшие системы, по которым мы начали исследования, они касаются, прежде всего, естественно, научного знания, а наследных моментально составляющих. Это энергия, здравоохранение, материя, земля и экология, космонавтика и аромантика и влечная технология. Для этого я буду сейчас рассказывать о том, на какие темы у вас в каждой сфере. С удовольствием, если будут вопросы, потом для отвеченных. Это всегда и экология. Морские полярные исследования не могу, потому что у нас очень много партнеров по тематике, и мы очень рады, что Россия провисала соглашение на мусульманное сотрудничество, которое было артифицировано буквально в прошлом неделе, на Америке. Это позволяет нам, в Германии, как в стране, наблюдать вам в Арктическом совете, облегчать, скажем так, поведение исследователей, исследований в Арктике. То есть там разрешение насилия, взрывоохранение, это, скажем так, один из планов на данный момент, потому что федеральные центры, которые есть, я бы говорила, опять же, реальные. Россия, например, федеральный центр пользования рака, это наш центр генемерты. Федеральный центр пользования терапета, это наш центр генемерты. Федеральный центр пользования не ради генемеративного заболевания, и так далее, и прочее. Это тоже наш центр, где генемерты находится, когда находится в поле. Космос. Все. Материя. Я останавливаюсь на материи несколько позже, потому что она является исторически, скажем так, нашим главным главным сотрудничеством Российской Федерации. Я надеюсь, что многие из вас в этой религии слышали о таких проектах, как и Сельдон, другие кафе, в Дармштадте. Поговорю, что скажем так, что можно. Включены технологии, естественный суперкомпьютер, афинамотехнологии, это ваши данные. Включены технологии, по всему исследованию. Это, как я вас не могу сказать, афинамотехнологии, которые проходят по всем и в ровременнии, и в ароматике. Я вам еще хочу сказать, что особенность научного ландшафта в Германии заключается в том, что не университетские организации не правы, например, признать степени с тем же главным ученым, профессорам, аккредитатам и так далее. Для этого так исторически сложилось. На хорошем форме это просто данность. Для этого мы, если вы видите, у нас на максимальной центре существует 550 совместных профессоров. То есть, когда профессор нашего центра имеется одновременно профессором университета, и аспиранты, которые проводят исследования лабораторий нашего центра, защищаются в университете, где он одновременно заведен кафедру или каким-то департаментом. для того, чтобы решать надачи, мы вынуждены поступать в партнерство. Потому что задачи такие, главный центр в этом же рак, невозможно решить силы для одного центра. Поэтому объединение активно развивает линейку партнерств с игроками, с игроками, казалось бы не характерны для изнаношенного ландшафта в Германии. Например, у нас есть альянсы. Альянсы мы заключаем с представителями экономики и с представителями земельных правительств, например. в Германии есть отдельно пять альянсов по диагетике. Для решения каких-то узких задач у них вводятся теоретные институты. Институты, как правило, создаются на базах университетов. Естественно, в 21 веке нельзя не говорить о такой возможности как создание виртуальных институтов. в Германии была разработана тоже конкурсная программа по созданию и поддержке виртуальных институтов. Мы очень много усиливаем в поддержку молодых ученых, чтобы на этапе установления ученые могли создать свою группу, заниматься для себя и провести институты. Поэтому цикла 200 групп, которые руководятся молодыми учеными, еще есть результаты. И я хотела сказать, что ученые в России всегда показывают очень хорошие прохождения. Кроме того, мы уже говорили федеральные центры. Наш центр принимает участие в корпусе обеда участия в Германии на посуждение на то, чтобы иметь честь называться федеральные центры по большинству значимых заболеваний. и по большинству социальных значимых заболеваний федеральные центры передаются в Германии. Также я вам уже говорила, чтобы более эффективно работать перед задачами, которые ставятся в Германии, выступают даже необычным вопросом в Германии, например, консоль КИТ, технологической стихии консоль. мы в рамках действительной инициативы, которая была объединена в Германии, объединили университет и не университет, объединение, и теперь уже почти 8 лет у нас есть одна структура, но первые шесть лет эта структура была разной в Балдеве. Университета была салет в Балдеве, а у научного организма была салет в Балдеве. И только с введением поправки в Конституцию в Германии была 91-я поправка, которая была в принципе в 2015 году определилась в качестве одна в Балдеве, одна в Хопе. Вместе с качеством это было вызвано территориальной необходимостью, чтобы стать лучше по своей тематике поэтому нужно было видеть следующее изменение это региональная необходимость где Юлий, Африи, Ресочи, Алианс объединились. Наши акты в Еврахе, между теми в Африи, Вильямский институт здоровья. Естественно, мы не можем не участвовать в инициативе технического государственного партнерства. в Африи в Африи в Африи в Африи было присуще обменение не всегда по инновационной составляющей наше обменение. вечерин...... это 149 км. 2005 . Да, скажем так, мы недавно занимаемся, но если брать в общих объемах, если это целая цифра с прогнозами, то это скромно. Для этого, естественно, у нас разрабатываются инструменты и механизмы для того, чтобы поддерживать, продвигать это управление. У нас был создан в 2005 году реабилационный фонд в структуре объединения, куда мог каждый ученый или научную группу обратиться. Знамя по опыта для развития проекта, для оценки, если действительно реабилационный потенциал этой идеи, то получили необходимые капитации, которые, как мы знаем, не все ученые обладают. И поэтому это такой лукавок, от которого уже у нас многие организации взяли. И дальше больше. Фонд, естественно, объявляет конкурсы на поддержку высоких метров ежегодно. На прошлом слайде было показано, что 134 мы поддержали уже проекта. Мы ввели свою премию инновационную. Мы создаем инновационную лабораторию. И так же все в том, что финансировалось все, естественно, из денег от делений. И президент нашелся до 30 лет, чтобы такие инновационные центры создавались в каждом нашем центре объединения, в каждом 17 центре. Кроме того, естественно, чтобы распространять наш опыт и чтобы объяснять общественность и экономике, что мы, кто мы, почему мы, и что только можно общаться с вами, проводить ряд предприятий, например, инновационные линии и внеисследователя на предприятиях. Следующее. Мы копируемся очень ввыти не только внутри внимания, но, естественно, и на международное зрение. Как вы видите, Россия относится к самым популярным и стратегическим вопросам, будем называть официальным языком, на ряду с Америкой и Европой. Одна из особенностей, о которых я в случае упомянула, это еще традиционные проекты науки класса Мега-Сайенс. Все проекты, реализуемые в развитии по регионам Класса Мега-Сайенс, реализуются в базе центра объединения в Европе. Проекты Класса Мега-Сайенс – это, естественно, международные консортики. И вот наша большая гордость и одновременно это наша главная боль в том, что Россия является вторым партнером в двух проектах, реализуемых на территории Германии – это BXLU и FHER. Почему я не знаю здесь? Не только для того, чтобы вам сказать, что Россия в том числе принимает участие и довольно большими суммами на проектах, реализуемых на территории Германии – это BXLU. Но дело в том, что вот эти коллаборации, они, как мы сейчас живем, приводят с собой создание новых коллабораций. Допустим, в рамках проекта FHER, где Россия, где участвует больше 200 миллионов евро вложения новых проектов, был создан FHER Russia Resource Center на базе EFA, мы, как с некоторыми делами, уже в Курчавском институте, где мы создали этот центр вместе с FHER. Цель – это подготовка молодых ученых. И формат работы – это летние школы, это научная публикация, это создание нужданных коллабораций. XFER – еще одна наша гордость, телевизор Гамбург, их в России участвует больше 300 миллионов в вашем родном проекте. И того же созданы и европейские институты на базе этого, и ежегодные школы, не только российско-германские, но и швейцы у нас, и в Курчавском. То есть, казалось бы, просто, большая коллаборация, она к каждому из нас не имеет отношения. Но, как раз я призываю вас к тому, что такие большие коллаборации, которые есть возможность для очень большого, скажем так, и спектра участников, и формата участников. В конце концов я уже сказала, что на предыдущем слайде, у нас есть три представительства. Первый – это представительства в Огриио. Это представительство в Огриио. В Русее, не надо объяснять почему, потому что Германия – это часть терапевтического союза, и задача представительства в Огриио – это, что участвовать в помехе конкурсов, и чтобы как можно больше наших центров, скажем так, были успешны в конкурсе артиллерийского союза. Москва-Пекин говорит о том, что стратегическое партнерство находится на данный момент в России и в Китаре. Для чего-то сегодня, в том числе вопрос сегодня тоже прозвучал, где найти партнерство. И мы как раз имеем с той точкой, которая может вам помочь найти партнеров по объединению Мингрен-Морта. Что еще мы делаем? Пробо того, что мы курируем и, скажем так, оберегаем партнерство наших в проекте класса Мегасон, мы работаем очень важно, естественно, с отморочным влашавством в России. И наш первый опыт был очень успешным. С различными компонентами и исследованиями мы включили проект в поддержке наших исследований, который назывался «Энклс, наша Джонка Листочка». У нас было 5 каковок, было поддержано 32 проекта. Мы вложили в это больше 12 миллионов. С нашей стороны финансировали. В принципе, в прием, что коллеги уже говорили, каждый финансирует свою сторону. Мы финансировали 130 тысяч евро по немецкому сторону. В НТВИ в миллион в месяц, подошли в миллион в месяц. Начинали быть немножко меньше по российскому сторону. Причем 30 тысяч ЛТВХ страны с немецкой мы закладывали как раз для конференции, для ПРЭО, для полезных российской стороны. Потому что мы понимали, что у нас нет невозможного паритета, потому что августа в год. И на этот момент конкурс закрыт, и мы находимся, скажем так, на этапе переговоров, как мы будем жить дальше. В этом году, в декабре 2016 года, мы объявили конкурс «Савернет». И первый конкурс у нас был по пенсии медицины и пирхейтер. В следующем году, и я посмотрела по участникам, здесь будет много, я думаю, заинтересуются. В следующем году это первый конкурс по климату, экологии и энергетике. И в девятнадцатом году у нас по суставу материалах у нас был третий конкурс по климату. Условия практически такие же. 130 с нашей стороны, то есть получит предметная группа. Российская группа получит примерно 90-100, в курсах генера на год. Проекта 23 года с вопросом, что я как-то взял правление. Сейчас пол закрыт, идет экспертиза, и я думаю, что в общем, я буду чувствовать себя. По работе Российского научного фонда я всегда с моим коллегам в Германии ставлю пример, как работает Российский научный фонд. Потому что ответы на запросы с нашей стороны приходят максимум где-то 15 минут. Причем это независимо от степени, скажем так, необходимости согласования ответов. Поэтому не только Европу может... В чем вы думаете в России, вы можете думаете в Европу. Тоже, я думаю, вам интересно. Мы, естественно, находимся, так как мы в тесном сотрудничестве с развитием соседей, которое происходит в России, здесь, мне кажется, мне будет интересно посмотреть на структуру паркулорства, которую у нас есть. Если нам взять конкурс сетом старших живых призывов, в котором мы провалили с РПИ, то институты Академии наук превалировали на этот конкурс. Было 62,5% участников, и лишь 37% были представители музыкальной науки. Сейчас на конкурс с РНФ вот на первый конкурс я думаю, динамика налицо. То есть заправили государство и, скажем так, усилия государства в том, чтобы наука в том числе развивалась и университетам, и секторам, здесь надо по своему подтверждению. Это кооперация. У каждого центра есть операция. Это только конечность, показатели, не говори, на качестве. Может быть, в центре и всего выпускают пять, но они могут покрыть и другие. Чтобы еще, чтобы, скажем так, сделать площадку для обменов сегодня в это время на правильном уровне между Россией и Германией для научно-образовательной проведения, мы несколько лет назад срабатывали такой формат, который вызывается отписиемые встречи, объединения Генгольца. И в этом году переранат на дне взял адрес Ачкурсенко и лисунжал Бульман, который в данный момент является миспориспетром Гюстага. Это было и есть некая предыстория, потому что, когда открывалось бюро объединения, и в общественной Бульман были министрами. То есть, все, что мы делали, практически с их лёгкой руки. И вот в качестве такой социальной выставки я не знаю, что это не нужно. Задача, естественно, пригласить на эту площадку представителей России и Германии, но не по узкой специфике, то есть это не экспертная встреча, это научно-политическая встреча, но на которой вырабатывается повестка. Повестка в коллаборации, она тематическая, она структурная и так далее. Я вас всех приглашаю, в любви этой встречи всегда происходит вокруг Дня науки в России, но происходит на Днем Москве. В этом году у нас была посвящена встреча темы сотрудничества с сферой Life Science, и это было очень встательное, потому что у нас игравший конкурс, и мы смогли ответить на вопросы и как раз сместить некоторых игроков вместе. Следующая тема уже тоже известна, как и экология и энергия, соответственно, тоже был конкурс и лучший объект. Что мы еще делаем, мы, конечно же, приглашаем, у нас огня знаний, трансфер знаний, это главное, это того, чтобы все встречались, и вот, повторите, буквально двухнедельные, мы приглашали нашего нуберского лауреата на работу в Хаузене, прочитать лекцию, прочитать лекцию, но здесь есть листы, вы можете на активных, можете ее послушать, но главное, провести семинар на молодых ученых, и это было, я считаю, что для этого стоит работать, надо было видеть, каким интересом нуберский лауреат, слушал проектные идеи, научные, молодых ученых, все через крупные степи, и это, конечно, стоит посмотреть, что их пережить, и я очень завидую этим молодым ученым. Это тоже у нас есть пометки, и мы установим оттуда, естественно, других людей, и других народов. Леки школы, которые мы делаем тоже по всей ременьке наших отручств, она тоже одна из последних леких школ по уточным возникам, которые мы провели в партнерстве с полной вернадцатой. Как мои выступления должны подпочиться? Я постараюсь. Сейчас я сразу одно предложение покажу. Дело в том, что я смогу с вами быть только до обеда, потому что в данный момент в Тергофе у нас проводят все-таки мероприятия в рамках одного из двух проектов, где Россия получила финансирование в Горизонте. Это кремль. У нас проходит совещание по нитринным исследованиям на реакторе ПИК. Поэтому я, к сожалению, должна буду покинуть вашу... Но всегда буду рада ответить на все вопросы, контакты есть, и еще весь ответ я буду с вами. Все. Все. Если есть вопросы, то я буду работать. Спасибо большое. Один вопрос. Если есть какой-то прям важный вам давайте один вопрос. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот здесь в предыдущем докладах очень хороших, да, там рассказывалось, например, ПИИ, указывалось, что с лабораторией ИЭНВЕ, то есть европейская глиберная биография, на территории нашего центра. Вот. Она умеет секретарь, там, где она свободна, электронов. Вот скажите, вот, вроде я понял, как ПИИ проостановилось сейчас сотрудничество, или нет? Или просто некое... Нет двустороннего сотрудничества у нас в обмене ИЭНВЕОЛЬСА. Но если вы говорите про ИЭНВЕ, вы можете попадаться через РФПИ и больше... Конечно, конечно, конечно. У нас нет, когда мы являем двусторонний, допустим, СРНФ или СРФПИ, это значит, обязательно, что ваш партнер должен быть ученым или группа ученых из центра ИЭНВЕОЛЬСА. А эта европейская структура находится на территории нашего центра в Гамбурге, поэтому, конечно, вы можете участвовать для программы. Спасибо. Очень хорошие. Коллеги, спасибо большое. Мне спасибо вам большое. Вы уложили в Краке и у нас получилась в своем ощущении совершенно фантастическая информационная сессия. Если вы можете вам познакомиться. Я оставлю вот на администрации и я знала на нашем центре. А в Лизнике я бы очень занимаюсь. Спасибо. Мы вас предоставили и сами услышали. Мне кажется, такую объемную информацию о возможностях реализации поддержки международного научного сотрудничества, что не воспользоваться этой информацией будет совершенно неправильно, ее надо обязательно использовать. Информация вся будет, как я уже сказала, открыта. На сайте Института, наверняка. Если вам нужна какая-то прямая информация, у меня здесь присутствует руководитель этого проекта Института, Ольга Перфилева, мы можем подать эти координаты и мы можем спросить какие-то эти презентации, выступления, контакты или что-то еще, потому что один из важных результатов таких встреч еще и контакты. Вы видите людей, которые занимаются поддержкой развития международного научного сотрудничества. Единственное, что мы с вами хорошо понимаем, и я понимаю, что работала с улитами международного сотрудничества, что это тот вид очень отложенные результаты, очень долго нужно устраивать эти партнерские связи, доверять друг другу, а дальше уже все получается как надо. Но вот такая поддержка международного сотрудничества, конечно, может дать фантастические результаты в работе. Поэтому я благодарю первую еще спикеров, которые, мне кажется, очень обзорную и красивую и очень важную информацию в Монгале и еще раз институт за представление площадки для этого разговора.